В очередной раз Екатеринбург стал одним из мировых центров офтальмохирургии, если не главным центром. Именно здесь прошла 8-я евроазиатская конференция по офтальмохирургии. О чем там говорили и куда движется эта отрасль науки и медицины, поговорим с нашим гостем. В нашей студии сегодня главный офтальмолог Свердловской области Олег Шиловских. Олег Владимирович, здравствуйте. Как на Ваш взгляд все прошло? Ну, по-моему, блестяще. Праздник состоялся очередной. И раз в три года действительно мы проводим, потому что хлопотно. Гостей очень много, и ведь организацией занимаются те, кто лечит, оперирует каждый день. И вдруг, значит, мы превращаемся в такой оргкомитет все, все заняты гостями. Ну, естественно, мы начинаем более чем за год подготовку, и отрабатываются и программы, и что там будет, и кто будет, и приглашение, и переписка. И с тем, чтобы, ну вот, как Вы сказали, собрать такую элиту хирургическую, и собрать людей, которые нам, безусловно, были бы интересны не только нам, но и аудитории, которая здесь собирается. Чем отличается традиционная конференция от всех, это дискуссионный клуб, по сути дела, где есть возможность программы составленной таким образом, чтобы поспорить. Здесь нет обычных докладов. То есть дискуссионные вопросы в тальмохирургии, то есть ставятся темы, которые совершенно неоднозначны, по которым нет единого мнения, единого решения. Пока еще все в процессе и так дальше. Если говорить для человека, который случайно этой темы коснулся, или что-то знает, вот на самом простом уровне, для воскресенья, для утра, что Вы считаете сейчас главными направлениями в работе авторомохирургов? Ну, в общем, ведь достаточно редко бывают какие-то прорывные вещи, да, все-таки. И я думаю, что вот мы как раз стоим на пороге этого сегодня. Я имею в виду не нас конкретно, Екатеринбургский центр, а вообще авторомохирургия. Дело в том, что технологии хирургии под микроскопом, похоже, уходят. Потому что вот сейчас одни из первых в стране и одни из первых и за рубежом, наверное, мы пробовали новую технологию хирургии на большом экране 3D. Это ты не микроскоп смотришь, который просто увеличивает, ты смотришь на огромный экран в очках. Если микроскоп дает тебе просто увеличивает изображение оптика, то экран за счет усиления цифры сигнала, он дает потрясающее изображение и дает возможность видеть то, что раньше ты видеть не мог. И, естественно, это новое совершенно абсолютно качество, и это удивительно. А к чему это вы видите, на ваш взгляд? К чему это приведет? Приведет к постепенному переходу в это направление хирургии. Постепенно, если ты видишь уже то, чего раньше не видел, значит, это за собой потащит всю оснастку, значит, потащит новые технологии. Ну, для пациентов это, конечно, то, что раньше мы делали, допустим, в определенном качестве, и это было пределом, то сегодня качество изменится колоссально. Ну, так же точно, как, да, я не знаю, там, аналоговое телевидение и цифровое, да, то есть вот эта разница есть или нет? Ну, колоссальная разница. Теперь все знают, что здесь. И здесь то же самое, конечно. Поэтому, ну, вот это прорывная совершенно вещь, точно совершенно, в чем у нас состоялась традиционная живая хирургия, то есть трансляция из операционных залов в режиме онлайн. И оперировала такая сборная, состоящая из наших, состоящая там из, ну, русских офтальмологов, да, потому что ребята оперировали из Питера, из Москвы, ну, естественно, с нашего центра, из Италии, из Германии. Значит, это было интересно вообще. Как я могу понять из Ваших слов, напрямую сейчас развитие офтальмохирургии связано с развитием технологий вообще? Конечно. Больше других уже нет вариантов? Ну, дело в том, что вообще офтальмохирургия... То есть все, что врачи могли сделать, они уже сделали, теперь уже только за технологией могут служить? Разумеется, да, да, конечно. Ну, там идет по нескольким аспектам, ведь, то есть и картинка там, и лучшая визуализация, ну, кроме всего прочего, конечно, параллельно развивается очень активно отрасль фармакологическая. То есть создаются новые препараты, которые работают на уровне клетки уже, и, ну, это потрясает возможности. То есть сейчас и пути введения там лекарственных препаратов, то есть если мы там раньше, ну, образно говоря, там ставили в вену препараты, ждали там, пока он дойдет. А в глазу есть такая особенность, так называемый глазной барьер, то есть так по-русски понятно, чтобы это было, да? То есть, ну, так скажем, так же, как плацентарный барьер, не все же доходит до плода, да, что-то останавливает плацента. Вот так же до глаза-то не все доходит, и часть препаратов не доходила и так далее. Да, и сейчас появляются новые возможности вводить прямо вот к месту воспаления, к месту, так сказать, отеков, к месту, там, кровоизлияния. Эти новейшие препараты, они работают уже в непосредственной близости на уровне клетки, не оказывая действия на, общее действие на организм, что абсолютно важно, да? Потому что, чтобы не было так, что ты одно лечишь, а другое калечишь, потому что, ну, препараты любые имеют ведь побочное действие, когда ты принимаешь, ну, и дозы, конечно, снижаются, концентрации. Или ты в вену ставишь, сколько ж надо поставить, чтобы дошло там до глаза, да? Тем более, что, как я вам сказал, этот барьер отсекает большую часть, не дает проходить, организм оберегает глаз. Вот. И, но когда ты лекарство подводишь в микродозе прямо к очагу, то это работает, во-первых, на порядок лучше, во-вторых, вот, как я уже сказал, не оказывая действия отрицательного на организм. А как вообще Россия выглядит на мировом уровне? Вы имеете в виду офтальмохирургию? Конечно, да. Ну, великолепно. То есть, это одна из немногих специальностей в медицине нашей, которая, ну, будем так скажем, на совершенно одном уровне находится с лучшими западными клиниками. Или восточными? Если нашу, я спрашиваю, ну, наш центр, я имею в виду, конечно, прежде всего. Но вот это отмечали все те, которые у нас сейчас были, опять в очередной раз оперировали, совместно обсуждали. Мы говорим на одном языке, с лучшими клиниками мира, это абсолютно точно. Я вам должен сказать, что там, допустим, в Америке, ну, где-то процентов 5 докторов попробовали только эту технологию, и еще. Для нас это уже работающая технология, совершенно поточная. Нет. То есть, этот комплект оборудования, он сейчас был на апробации у нас до этой конференции. На конференции мы показывали уже эту хирургию сами. И сейчас начались коммерческие переговоры о покупке этого комплекта. То есть, мы для себя приняли решение, что да, мы выкупаем комплект и начинаем хирургию. То есть, в этом году, в этом году уже мы будем работать уже на собственном комплекте. То есть, это произойдет в этом году у нас. Ну, то есть, сейчас какое-то время займет вот эти переговоры. Торг по цене с ними и так дальше. То есть, ну, потом поставка, это же оборудование, оно же на складе не лежит. То есть, его надо заказать, и должны изготовить, поставить и так далее. Потом юстировать все, собрать. То есть, ну, вот. Но решение принято. Решение принято, да. То есть, мы двигаемся в этом направлении совершенно точно. Это даст, конечно, грандиозные возможности новой. Подтащить за собой всю хирургию на совершенно другой уровень. На другую орбиту переходим. Это прорыв. Успехов вам в этом. Будем следить обязательно за тем, что у вас происходит. Спасибо вам. А мы вернемся к обсуждению главных тем уходящих 7 дней.